Здравствуйте, товарищи и господа! Продолжаются боевые действия на Украине. Они начались 24 февраля текущего 2022 года. Теперь, когда я говорю, 28 февраля. Если говорить об оперативной ситуации, то 24 февраля российские вооруженные силы выступили с трех направлений. Из Крыма они вышли и развили наступление в восточном направлении. В настоящее время занят Мелитополь и занят Бердянск, это порт на Азовском море. И также в северо-западном, а именно на Херсон и Николаев. Насколько известно, эти города только обложены, взять их не удается. От Бердянска продвижение российских войск, насколько можно судить, развивается в двух направлениях. На север и далее на восток. Если на восток, то тогда будет создан так называемый Крымский коридор между Российской Федерацией и Донбассом с одной стороны и Крымом с другой. И на север, оставляя на левом фланге Запорожья и двигаясь вперед. Однако активность боевых действий российских вооруженных сил немного спала в последние дни. Она спала ввиду неудач, военных неудач. На северо-западе Украины, когда российские войска перешли границу Украины, то они зацепились и не могут до сих пор, насколько известно, преодолеть сопротивление городов по линии Чернигов, Сумы, Харьков. Харькова взять не удается, хотя подвергается город обстрелам, отдельные прорывы бывают, но они ликвидируются. Совершили российские военные военные преступления в Сумах, обстреляв жилые кварталы, где погибли гражданские лица. От этого района все-таки они пытаются наступать далее на запад в направлении Киева, но, насколько известно, тоже неудачно. С северного направления за эти последние дни произошло вторжение в направлении Киева из Белоруссии, и в настоящее время Киев обложен с северо-западной стороны и пытаются его охватить с юго-западной стороны. В самом начале 24 февраля был высажен десант на аэродром Гостомель к северу от Киева, чтобы он подготовил аэродром для посадки вроде бы псковской десантной дивизии, которая должна была высадиться и, пройдя уже там относительно недалеко до Киева, занять Киев. 25 февраля вся операция должна была быть закончена и сформирована новая украинская власть. Но, как мы видим, блицкрик провалился, украинские войска успешно обороняются, и российские войска понесли очень большие потери. Эти потери велики потому, что удачным образом уничтожаются бронетанковые колонны вместе с экипажами. Несколько сот танков и БМП – это разные колонны с разных направлений, пара десятков самолетов, в том числе десантные с десантом, и потерь в живой силе насчитывается порядка 4500 человек убитых российских военнослужащих. Подлецы из российского генерального штаба ничего российскому населению, российским матерям не сообщают. Наверное, также российские матери не знают, что 21 февраля, еще перед началом операции, было такое сообщение, по-моему, не для россиян, что заготовлено генеральным штабом 45 тысяч полиэтиленовых мешков для трупов. 45 тысяч. И вот теперь начинаются различные слезливые просьбы матерей узнать, где их сыновья, живы или нет, где находятся в России или где-то в других местах. Они, видимо, не знают, что помимо 45 тысяч мешков для трупов, в Украину также въехали передвижные крематории. Меньше места занимает прах сожженного в крематории солдата. Ну, посмотрим, будут ли эти урны с прахом выдаваться матерям российским. Если же смотреть на политическую ситуацию, то тут нужно с двух сторон ее рассматривать. Тут ситуация более неоднозначная. Дело в том, что при наступлении российских войск на Донбассе, там и ополченцы действуют при поддержке российской армии, они действительно вступают на те территории, а именно на остававшиеся не под их контролем части Донецкой и Луганской областей, где население действительно их ждет, потому что население там устало от вооруженных сил Украины, которая без конца 8 лет стреляла по Донецк и Луганску, и их окрестностям в последний год-два, в общем, почти и не стреляла. Но до того каждый день был огонь, и совершались военные преступления, уничтоженная машина была скорой помощи. В целом погибло от украинского огня на Донецкой стороне, на Луганской меньше. Это общая цифра, порядка 2000 гражданских лиц, в том числе примерно 72 или 73 ребенка, включая нескольких младенцев. Конечно, после этого все вообще украинское, включая даже и украинский язык, оно там вызывает аллергию и ненависть среди жителей Луганской и Донецкой областей. Примерно так же враждебно смотрят на все украинство и жители восточных и юго-восточных областей, где-то вот Полтава, вот в этих местах, но там может быть чуть-чуть менее интенсивно это отторжение украинства. При советской власти взгляд на украинство был в принципе немного ироничный, ну вот как занятие таких чудаков, которые приехали на эти русские земли откуда-то с запада, и вот тут пытаются навязывать украинскую культуру. Но тогда была принята концепция дружбы народов, интернационализма, и в общем-то власти старались, чтобы перевеса не было ни у одной стороны. А вот сейчас положение изменилось. Но с другой стороны, после Майданной революции, на этих территориях, которые не отпали от украинской киевской власти, там начался террор, фактически террор не только службы безопасности Украины, но и на гражданском уровне. Действительно, после Майдана это началась гражданская война. Напрасно российские демократы и либералы, ну не говоря уже об украинских националистах, это отрицают. Это напрасно, потому что в самом начале даже Донецк и Луганск не выставляли требования об отделении, хотя там все время была пророссийская сильная довольно пропаганда, они только просили и требовали федерализации, то есть автономии для Донбасса, ну и может быть для других областей. Но это продолжалось очень недолго, до того времени, когда майданный исполняющий обязанности президента Александр Турчинов начал антитеррористическую операцию или АТО. Вот тогда началась настоящая гражданская война, ну а Россия, конечно, вступилась за эти Донецкую и Луганскую республику, хотя надо подчеркнуть, что Путин делал это не очень охотно. Время от времени Путин, видимо, через Лаврова, предлагал Донецку и Луганску попросить у него признать независимость, чтобы он ее публично отверг, то есть как бы он заботился о целостности территориальной Украины в этом регионе, ну и, наверное, правильно говорят, что этим хотел втиснуть их обратно в Украину, чтобы продолжался территориальный конфликт вот такой вот, и чтобы там была сильная антинатовская позиция внутри Украины, вот в лице Донбасса. Но, тем не менее, в последнее время что-то изменилось. Почему Путин вот начал вот это вот, то, что он называет специальная военная операция? Сразу же посыпались различные комментарии, целое море комментариев. Не чокнулся ли Путин? Какие его планы? Что он хочет? Зачем? Почему? И как? В особенности вот в российской демократической печати. Там люди честные, но надо поменьше считать Путина дураком. Он, конечно, и дурак, и преступник, но все-таки надо внимательнее читать. А дело в том, что в своем обращении, которое продолжалось целый час, 21 февраля текущего 2022 года, Путин вот в этой часовой лекции, он как бы невзначай, но упомянул, что в марте 2021 прошлого года украинская власть приняла новую военную концепцию, согласно которой при поддержке НАТО Украина, а лучше всего вступив в НАТО, предпримет военную попытку от воевания Крыма. Да, украинское правительство никогда и не скрывало, что оно возвратит Крым либо дипломатическим, либо военным путем. И то же самое относительно Донбасса. И вот, если мы теперь вспомним, то в апреле прошлого года Путин начал постепенно увеличивать количество войск в нескольких десятках километров от северо-западной границы Украины, только не ссылаясь на ту концепцию и ничего не объясняя. Это был сигнал для украинского руководства. Ну, а дальше там вот эти все ультиматумы и прочее, все прочие события. И вот теперь, поскольку, как Путин сказал, нас не услышали, НАТО никаких наших требований не приняло, а каковы были эти требования? Не вступление Украины в НАТО, не размещение там стратегического оружия на Украине, и даже исключение фактически Восточной Европы из НАТО, возвращение НАТО к границам 1997 года. И вот возникал вопрос. Ведь ясно же, что эти требования неисполнимы, так на что же рассчитывает Путин? И тут сразу же начали писать, что Путин попал в капкан, что он не знает, как теперь отыграть назад и так далее. Это вот те, я их называю слабохарактерными и, ну, даже и, может быть, трусливыми, которые предпочитают видеть в Путине какого-то уже, ну, совершенно полного дурачка и вычитывают то, чего он не говорил, а не замечают то, что он сказал. Вот этой украинской концепции войны с Россией, вот этого они почему-то не замечают. А если замечают, то, видимо, трусят это признать и сказать, а комментируют и обсуждают что-то совсем другое. А начиная эту операцию, на что же все-таки рассчитывал Путин? На том заседании Совета Безопасности, когда он на камеру их всех вызывал, как нашкодивших пацанов, и требовал согласия на признание независимости и Донецкой, и Луганской народных республик, Дмитрий Медведев, который является заместителем председателя Совета Безопасности Российской Федерации Николая Патрушева, сказал, что да, мы больше откладывать не можем, реагировать уже надо, а Запад, он пошумит, пошумит и, как всегда, успокоится. Он успокоится, и они сами опять придут, не в первый раз уже, к нам с предложениями, как восстановить прежние дипломатические и другие отношения. Вот каков был вполне рациональный, ничего оккультного или шаманского в этом расчете не было, и нечего тут было скалить зубы, внимательно просто надо читать. Другое дело, что это был колоссальный просчет, но это было какое-то вполне рациональное основание. А такое основание ему, помимо всего прочего, им давали украинские беженцы из команды Януковича. Вот именно Николай Азаров, бывший премьер-министр, в основном он, ну потом там вот какой-то олейник, депутат, который на ток-шоу там распинался. Они все заверяли, что все украинское население устало от этого бандеровского режима, что оно жаждет освобождения и встретит танки Путина цветами. И теперь огромный подъем в Украине. Путин не внял предостережением трех отставных генералов, и Сергей Шойгу, они привыкли, что они, как говорится, самые умные, и они не приняли предостережений, в особенности Михаила Ходоренко, который практически как по нотам расписал почти все, что будет, что мы сейчас видим при начале этой операции. Ну, конечно, в настоящее время все это почти застопорилось, украинский народ весь поднялся на защиту своего отечества, совершаются подвиги гражданскими лицами, несколько десятков тысяч, причем прошедших боевой опыт в Донбассе, записывается в ополчение, им раздают оружие, это во всех городах Украины абсолютно, это десятки тысяч людей, может быть, даже уже и сто тысяч есть, мужчин готовых сражаться, еще столько же, если не больше, только дайте оружие. Когда российские войска наступали на Геническ, а там действительно население ожидало русских, при отступлении украинский военнослужащий, который должен был взорвать мост перед наступающей русской бронетанковой колонной, он взорвал весь мост или виадук вместе с собой, он взорвался вместе с мостом. Ну а если посмотреть, кто же взялся защищать права русскоязычных, это фашистский режим, может быть, российским людям не очень понятно, что это фашистский кровавый режим, потому что они смотрят российское телевидение, там ничего почти общего с действительностью нету вообще на этом телевидении, и у них совершенно искаженное впечатление, это кровавый преступный бандитский режим, из-за него российских жителей несколько раз погибало по 100, по 200, один раз и по 300 человек, это все по вине Путина, и, конечно же, он, этот режим, представляет угрозу всему миру. Я считаю, украинский режим действительно националистическим, не нацистским, конечно, но националистическим, навязывающим насильственную украинизацию, в школах действительно отменен русский язык вообще, но, по крайней мере, этот режим опасен только внутри страны, очень большому проценту граждан, может быть, даже до половины, если не больше русскоязычных, но это локально опасный режим. А вот режим Путина, который брецает ядерным оружием, и вчера, то есть 27 февраля, Путин заявил, что он приказал перевести силы стратегического сдерживания на режим боевого дежурства, под надуманным предлогом, конечно же. Вот этот режим опасен всему миру, и поскольку в настоящее время украинский национализм оказывает этому режиму наиболее эффективное сопротивление, то практически все страны мира исключают Россию из всей экономической мировой системы, из банковой, из финансовой, из всех отношений вообще. Я заканчиваю это видео 8 марта текущего 2022 года. Оперативная обстановка изменилась не так уж и сильно. Российские войска продвигаются, но медленно, фактически почти что и не продвигаются. Украинские вооруженные силы успешно уничтожают бронетанковые колонны и живую силу противника. По данным украинского генерального штаба, которые не будут известны россиянам, потому что военные преступники президент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу со всем их аппаратом скрывают данные о потерях от российского населения. Итак, на 8 марта потеряно российских военных самолетов 48, вертолетов 80, БПЛА беспилотных летательных аппаратов 7, кораблей-катеров 3 потоплено, БМП боевых машин пехоты 1036, танков 303, военных грузовиков 474, цистерн с горючим 60, артиллерийских систем 120, РСЗО, ракетных систем залпового огня 56, зенитных систем 27, убитых 12 тысяч, порядка 12 тысяч. Обе стороны в настоящее время готовятся к штурму Киева. Вокруг Киева территориальная оборона роют укрепления, кладут бетонные блоки, свозятся противотанковые ежи, расстанавливаются на улицах, оборудуются огневые точки. Российские войска со своей стороны с севера и с юга запада тоже накапливаются. В случае штурма Киева будут большие разрушения, но штурм Киева обойдется в любом случае очень и очень дорого для российских войск. В России нарастает сопротивление российской агрессии. Замечательная молодежь и интеллигенция 6 марта по призыву Алексея Навального из тюрьмы в очередной раз вышли на улицы с лозунгом «Украина нам не враг». Да, Украина вам не враг, но националисты в любом случае будут иметь претензии и к вам, как к москалям. Они будут требовать и от вас извинений за то, что вы не свергли Путина, чтобы вы извинились за это перед украинским народом, ну и так далее. Я призываю быть к этому готовыми и ни в коем случае не делать этого и не извиняться. Они будут требовать этого под предлогом того, что они действительно самые боеспособные части среди вооруженных сил Украины. Национальные батальоны, как АЗОВ и может быть еще какие-то другие. Ну и также уже упоминавшаяся мной украинская интеллигенция. Может быть я говорю кому-то неприятные вещи, но лично я их говорю. Опять задержаны тысячи человек, угрожают тюремными сраками. Преступное российское руководство под руководством Путина явно идет ва-банк. Оно ведет Россию к уничтожению, потому что с 7 марта начинают действовать полный объем санкций. Почти полный. На очереди остается эмбарго на импорт нефти. Продолжается все-таки импорт нефти из России в Соединенные Штаты, к сожалению. Так вот мировая общественность и американская общественность поднимают голос за отказ от импорта нефти. Исключенная из мировых экономических отношений и финансовой системы Россия приближается к экономической, а потом и демографической катастрофе. Если это произойдет, то виноваты будут не столько даже Путин и его комарилья, а само российское население, которое вовремя должно спохватиться и осознать это. Совершенно не исключено, что по мере успехов украинской армии и развития антивоенного движения внутри России и по всему миру, по мере приближения проклятого путинского режима убийц к своей катастрофе, эти подонки могут решиться на применение ядерного оружия. Если мы вспомним заседание Совета Безопасности 21 февраля 2022 года, когда Путин вызывал каждого из таких солидных на вид членов Совета Безопасности и требовал от них, как от школьников, подтверждения, признания независимости ДНР и ЛНР, а некоторые из них немного даже и нервничали, а в особенности ничтожный руководитель службы внешней разведки Сергей Нарышкин, то возникает, по крайней мере, лично у меня мысль, а не было ли это их присягой и согласием на запланированное применение ядерного оружия, тактического либо стратегического, на случай, когда дела пойдут очень плохо, а вот сейчас они уже и идут очень плохо. Некоторые российские обозреватели, имеющие кое-какие утечки из Кремля, считают, что там на применение ядерного оружия психологически уже готовы. Можно предполагать только, будет ли тактический удар нанесен по Украине, это в принципе маловероятно, потому что так они потравят собственные войска. Или, что более вероятно, они могут применить тактическое оружие в Европе, или даже стратегическое ядерное оружие по Соединенным Штатам. Но тогда это будет уже почти полное уничтожение, конечно, и демократических стран, но Россия будет уничтожена, это точно, погибнут десятки миллионов человек. По мнению одного обозревателя, даже и до 80 миллионов человек весь земной шар будет заражен. Поэтому, прежде всего, российские матери, презренные, придающие собственных сыновей, должны выйти на улицы, остановить эту угрозу ядерной войны. Все российское население должно подняться и устранить Путина и его комарилью, всех этих вооруженных палачей, отстранить их от власти, потому что они заигрались и могут навлечь на планету ядерное уничтожение.